Добрый день, дорогие севастопольцы! Добрый день, Сергей Анатольевич! Традиционно в серии передачи, о чем говорят в Бенгалии, поднимаем злободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем. И вот в связи с этим сегодня очень простой вопрос, но, как оказалось, очень злободневный. Его многие люди задают. Сергей Анатольевич, вопрос лично к вам. Как вы считаете, в нашем городе герои русской славы, есть у нас спящие люди, так называемые спящие, которые ждут ждуны, которые ждут возвращения сюда Украины, которые надеются, что Украина сюда вернется. И многие, многие, многие вот такие вот в этом отношении ситуации, которые связаны с таким, сегодня мы можем назвать, проведением специальной военной операции. Что думаете по этому поводу? Ну, это непростой вопрос, как вы сказали. На самом деле, непростой, конечно. Ну, когда мы говорили за спящих, мы можем спящих назвать тех, кто спит и не хочет понимать реальность событий. А если мы говорим о спящих, те, которые ждут, которые ждут и где-то ходят под щерцовы и тручки, и слушают вот эту пропаганду. Украинскую, да, о том, что... Вот, вот, пойдем наступление. Да, и Севастополь, палата номер 6, как они там говорят, на предусловие и все остальное. Да, конечно, есть. Тем более, что мы с вами не один раз, и уже год обсуждаем этот вопрос, что нужно собирать патриотов, собирать и делать. Мы с вами создали общественное движение «Рай», для того, чтобы выявлять таких, да? Выявлять надо однозначно. Есть много людей, которые, я бы, ну как, понимаете, Павел Генн, здесь вопрос надо оставить, те, кто вот именно украинские националисты, фашисты есть. Ну, да. И таких еще появилось больше за счет того, что якобы они как беженцы, или там... Они уже приехали. Да, приехали, были фотографии в прошлом году летом на пляже, где свартика фашистская и все остальное, да? Есть, конечно, такие. Сидят, может быть, они и каждый день ходят вокруг нас с вами. Мы не можем утверждать, что этого нету. Значит, есть те, вот, к сожалению, надо признать должное, но я не берусь их судить или осуждать. Те люди, которые в свое время были патриотами города, патриотами России, говорят, ребята, может быть, и лучше, если придут. Ну, есть и такие, я знаю. Потому что мы вроде как это, вроде как свои, а нас к нам будут относиться... У нас просто уничтожают. Да, уничтожают как бы свои, и родной галл у нее не пахнет. Тут нельзя как бы всех под одну рамку. То, что молодежь уходит, убегает, не понимает. У нас и старики не понимают реально, что происходит, потому что нету работы. Внутренняя политика, разъяснительная политика отсутствует. Нету пропаганды нашей, да? Потому что украинская пропаганда, даже пусть им помогает весь коллективный Запад, ее настолько много, что мы покурим. То есть власть, чиновники не могут даже общаться с населением, они не хотят с народом общаться. Понимаете, в чем дело? Если бы было обращение к народу, вот объяснение, разъяснение какие-то... Диалога нету. Да, то я думаю, многие бы и блогеры, и люди бы и понимали, и помогали бы тоже, ну, в своем роде, доносить правду. То, что детвора бежит, дети бегут, молодежь бежит. Ну, давайте мы посмотрим причину. Каждая... Ну, скажите, вот рак может просто так на ровном месте образоваться? Раковая ума. Ну, конечно нет. То есть, до того момента, как она уже началась, начнет явно прогрессировать, идут какие-то поступательные признаки. Ну, да. Ну, давайте посмотрим изначально поступательные признаки. Задайте вопрос ученикам даже 10-го класса, мы не будем говорить начальных классов. Спросите у них, вы знаете, подвиг черноморцев, краснофодцев, которые совершили в 41-м году, в Севастополе. Я вам даю 100%, ну, 99,9% что они знают. Ну, мы не говорим с вами о том, чтобы они знали еще фамилии. Спросите у них, знают ли они, кто такой генерал Карбышев и его подвиг. Что он сделал, да? Здоровцы мои многие не знают. Знают ли они Александра Матросова. Ну, и так называют то, что мы проходили в школе начальных классов. Николай Гастелло. А знают ли они о молодой гвардии, что они знают. Понимаете, что они? То есть ничего. Вот теперь давайте смотреть, что именно начало этой опухоли идет откуда-то с Министерства образования. Которое загубило образование, загубило знание. И вместо патриотизма они поставили выше потребность. Цена совершенно произошла, подмена ценностей. Если у нас ценность с вами была, был патриотизм и уважение старших, да? И мы гордились с вами за свой народ и за тех, кто был. На свою родину. И за свои продлиги, да. То на сегодняшний день у молодежи ценность это потребительское отношение любить себя, наполнять свои команды. И если вы сегодня спросите у тех же выпускников, да? Восьмых, десятых классов, кем вы хотите стать? Ну, я думаю, процентов 78. Чиновниками. Чиновниками. Я тоже так подумал. Понимаете, да? Либо в рот в плане еще. Вот. Ну, понимаете, это то же самое, считаете. То есть ничего не делая, иметь бабки, воровать и жить. Дальше. Давайте мы посмотрим, насколько общество, наше общество с вами, выполняет свои функции. Да у нас нету этого общества. По сравнению с тем, которое было в Советском Союзе. Ну, раздрай какой-то есть. Да не раздрай, у нас его нету. То есть каждый сам за себя, своя рубаха ближе к телу. Хотя в Советском Союзе были такие люди, но их было единицы. А в основном был коллектив, да? Ну, конечно. Мы имели понятие с вами, что такое друг и дружба. Задайте сегодня вопрос подросткам и студентам, да? Что такое дружба? Это совершенно другую. Ну, скажут, это количество людей. А вы знаете, почему развалился Советский Союз? Ну, кто не скажет. А я вам скажу, мне об этом говорит человек, который имеет юридическое образование, занимает высокий, ну, нормальный пост в определенной структуре, говорит, что Советский Союз развалился за то, что не было молодых кадров. Какой бред! Но их же шучат, он несет бред, но он же не с пальца высосал. То есть ему это преподнесли. Давайте теперь дальше идем. Смотрите. Сносят памятники советскому народу, советскому воину. Солдату. В Европе и даже в бывших республиках Советского Союза, хотя они на следующий день не бывшие, а реально являются частью Советского Союза. Есть границы. Границы, да. Которые никто не отменял. Государство молчит, а государство и страна это разные вещи. Страна это наша родина с вами, а государство это элита, которая на сегодняшний день политическая или какая-то элита, которая руководит внутренним, ну, стране, да. Они молчат, никто ничего не делает. Посмотрите, американцы кричат, что они выиграли войну. Вы спросите у наших подростков, кто войну выиграл. Да они не знают, и студенты не знают. Вы зададите кучу вопросов. Вот откуда это гниение идет. Понимаете? То есть мы сегодня, а мы уже, вот я лично, в частности, с 14-го года, с 15-го года, извините, я говорю о том, что в России отсутствует внутренняя политика, то есть кризис кадров и кризис, политический кризис, да, вот именно, вот все, что мы с вами сегодня видим, это брак этой власти. Вот мы говорим, а почему молодежь бежит? А вы мне скажите, а почему эта молодежь, если раньше у коммунистов было в ЛКСН, в Комсомольце, я 14-летним был. Организация. Да, у Единой России есть молодая гвардия. Председателем, то есть Турчак, который сегодня является секретарем Единой России, он же же возглавлял эту молодую гвардию, потом уже и... А вот теперь скажите, Единая Россия, молодая гвардия, да, казалось, молодая гвардия, шелоха там, это самое, ребят, да, повесили, краснозонцы, да. А теперь что делает эта же молодая гвардия, которая имеет это название, они возлагают цветы горские, мардира, которые бесчинствовали, да, на фашистах. Хуже фашистов, говорят, были. А это молодежь хво? Потому что они не понимают... Это молодежь Единой России, партии власти. Давайте мы об этом говорим. Дальше, секретарь Севастопольского отделения партии города Севастополя становится на колени при перезахоронении от странков-агрессоров. Да, они тоже люди, понимаем, они тоже там есть из России, но мы их не звали. Они пришли, убивали и грабили, и разрушали наш город, нашу страну, нашу родину. Да, и наших людей. Они храм разрушили, Владимир Владимирович. Павел Георгиевич, я вам привожу в качестве примера. Вот откуда вот эта раковая опухоль, понимаете, да? Дальше, кто у нас занимается подготовкой кадров, руководством? Кто у нас занимается? Кто? ОНФ. Кто у нас сегодня в Севастополе? ОНФ. Но вообще этим всем заведует кто? Администрация президента Кириенко. Правильно, да? Понятно, что он у нас может с вами натравить людей, или его там... Легко. Да. Чтобы нас с вами тут колпашили. Но если мы говорим объективно, откуда это идет? Это не от президента идет. Мы же с вами знаем, что мы президенту пишем письма, а они там у них и застревают. У этих клерков, у этих лучших молодых кадров. Мы имеем этот опыт, знаем. Поэтому вы мне задали очень сложный вопрос, но хотелось бы, чтобы этот вопрос был рассмотрен именно с причин, от истоков этого рака, от истоков того, почему у нас предатели. Среди молодежи тоже очень много предателей. У нас есть старшее поколение, которое тоже там, понимаете, нет работы, просто идет игнорирование, пособничество врагам. Именно чиновниками, именно депутатами. Сегодня очень тяжело, это выстоять нам очень тяжело, таким как мы с вами, да, достучаться до людей, которым мы обращаемся к ним все время. Я говорю, ребята, думайте, воспринимайте. Да им даешь готовый материал, готовое, все проработанное, выставленное, уже с выводами, уже очищенное яйцо. Все же только бери, пользуйся. А они тебе еще говорят, а что ты дал, ты его ссорил два часа назад, а не пять минут назад. Согласен. Еще дерьмо у тебя. Кстати, еще что хочу заметить, что при Советском Союзе были научно-исследовательские институты, которые изучали, в том числе и развитие общества. Где сейчас эти институты? Вы меня не услышали. У нас общества нет. У нас нет, вот именно из-за того, что отсутствие, должного отсутствия тех структур или института, гражданского института, скажем так, у нас с вами проблемы. И проблемы не только в этом. У нас завтра, если что-то коснется, мы завтра с вами можем даже столкнуться, вы не представляете, на национальной почве. Потому что вы посмотрите, сейчас буду говорить, что мы сепаратисты или еще там магнитары, вы посмотрите, выйдите сегодня на улицу и скажите, я русский. Заявите публично, что вы русский. Я смогу. Я заявлю, но что будет, да, вы же понимаете. Мы сразу смотрим, что сепаратисты. Если русский завтра или Севастополь сегодня станет торговать там, где торгуют лица национальной, кавказской национальности, их сожрут, выгонят, а эти будут работать. Мы не будем говорить, чтобы это не было скандалом на национальной почве. Ну, конечно. Чтобы нас не обвинили. Но это же факт. То же самое, как факт, который я хочу сказать, что город Севастополь всегда был интеллигентным городом. В этом городе было два военных училища, знаете, Голландия и Нахимовка. В этом городе, правильно как переводится, Севастопольский приборостроительный институт. То есть на, будем говорить, на душу населения большое количество высших учебных заведений. Плюс севастопольцы как-то происходило, то есть в Санкт-Петербург уезжали по флотам. И в конечном итоге многие люди заканчивали, так как город военных училищ, многие люди заканчивали военную службу и возвращали к себе на родину город Севастополь. Сегодня эта картина меняется. Об этом вот старожилы говорят, что раньше люди в городе были более культурные, более образованные, более воспитанные. А сегодня мы в меньшинстве находимся. А вы скажите, а какое отношение наши товарищи, севастопольцы, которые заканчивали военное училище, имеет к спящему отношению? Я думаю, что там тоже есть спящие. Есть среди всех категорий людей. Я, например, не буду говорить, с кем я общался. Я недавно общался фактически с кадром офицером. И он мне вот то, что вы сказали, он мне высказал. А где справедливость? Пришла Российская Федерация. Это забрали, это забрали, унизили, оскорбили. И я ничего добиться не могу. Это все делают враги. Умышленно. Умышленно. Это воспитанники Алина Далеса. Которые по его дотрине воспитываются при помощи чиновников, которые засели в чиновничьих кабинетах. Даже в высших должностных кабинетах, скажем так. Понимаете, в чем это? У нас поэтому и предательство много идет. Вот посмотрите, кто предатель. Ни один предатель не расстрелян. За исключением, может быть, будут расстреливать простых рядовых, но ни генералов, ни... Ну, естественно, до них не затянутся. ...и военнослужащих, да. То же самое. Надо поменять всю систему, нужно политику. Я, честно говорю, все-таки хочу верить, что все-таки, все-таки гарант Конституции... Ну, я могу ошибаться, но не хотелось бы, конечно. Все-таки, наверное, услышит народ, услышит население. Будет общаться не с теми, кого ему дают, своих вот этих вот, которые, как они там, чтобы не матекаться. Понятно. А именно с простым народом просто узнает, что, как, почему. Посмотрите, президент дает указы, а они же не исполняются. Ну, такое впечатление, что умышленные... А кто их игнорирует? Верхушкой чиновников. Ну, почему они еще не наказаны? Не знаю. Я вот даже сейчас хочу сказать, пользуясь случаем, сказать, что... Ко мне обращаются сейчас граждане, бывшие военнослужащие, которые были уволены на запас еще там в начале 2000-х годов, да. И получили ордера на эти квартиры, вы знаете эту ситуацию? Ну, это отдельная тема. И вдруг ему говорят, что это больше не твое жилье, выметайся и прочее. Это же беспредел полный. Тем не менее, это проблема в городе на сегодняшний день есть. И она серьезная. Ну, если говорить, подведя итоги, то проблемы существуют, их надо решать, и молодежью нужно заниматься. Или вот то, что вы говорите, что правительство города Севастополя не справляется сегодня со своими обязанностями. Значит, что, когда надо менять это правительство? Я хочу четко сказать и твердо, правительство Севастополя, конкретно, оно не способно ни на что. Как и внутренняя политика в Севастополе не способна ни на что. За 9 лет был уничтожен механизм жизнедеятельности города, не восстановлен. За 9 лет убит менталитет севастопольцев. До сих пор идет подрыв, или даже не подрыв, уничтожение культурных ценностей, духовных ценностей, традиций наших, наших предков традиций. Поэтому у нас много спящих, много хромых, сморкающихся, становящихся. Поменялось очень многое. Вот я лично, например, как коренной севастопольц, я прожил всю свою жизнь в Севастополе, я очень недоволен, например, вы знаете, раньше все купались на территории заповедника Херсонес, и всем это нравилось, и это красиво было, и это здорово было, и чистота была. Сейчас это закрывается все, ЮБК закрывается заборами, то закрывается территория, туда нельзя подойти, там опасно. И в конечном итоге подойти просто к морю в сегодняшний момент становится все сложнее и сложнее. В парке, да, посиди на скамейке, от моря все практически перекрывается. Я не знаю, как дальше будет это развиваться, но я считаю, что здесь надо принимать воевые решения, и особенно вот в преддверии пляжного сезона там и прочее, хотя опять же нам сейчас будут говорить, что типа какой пляж сейчас, тяжелая ситуация. Тем не менее, море, солнце, вода – наши лучшие друзья. Пляжи, многие люди сюда приезжают, чтобы подлечиться, и сами севастопольцы, и пожилые севастопольцы. Пляж Ушаково-Балка у нас есть, вы знаете, там, пока конь не валялся, его ничего не сделали с ним, там, другие пляжи. Это все надо восстанавливать, подготавливать заранее, чтобы это все работало, функционировало. Ну, практически есть что в вас добавить, Сергей Анатольевич? Сергей Анатольевич, вам огромное спасибо. Севастопольцы, не будьте терпимы, высказывайте свое мнение, потому что вот этот процесс деградации, он так и происходит, поступенчато, поступенчато, поступенчато. Вместе мы сила, вместе мы можем фактически прийти к лучшей ситуации в нашем городе. Примерно так я бы хотел сегодня закончить. И Евгения Россия, и Роснажаев не должны занимать какие-то простые проводи вообще. Где вы подняли? Я запольна на путь? Все, вот это все. Должен быть контролем. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Но все сделано для севастопольцев, никто ж не спорит.